Здравствуйте, уважаемые посетители! Приветствуем вас в нашем биологическом музее Климента Аркадьевича Тимирязева в основном здании на Малой Грузинской. Мы сегодня будем говорить про тему материнства, потому что в воскресенье здесь в основном здании будет проходить мероприятие, посвящённое Дню Матери. Приходите, мы вас ждём. У нас наметились очень интересные такие мастер-классы, и можно будет посмотреть, познакомиться, ну не буду рассказывать все тайны, можно пройти с путеводителем, познакомиться у нас в музее с этим замечательным днём. А сегодня в гостях у нас замечательный человек, сотрудник биологического музея, кандидат биологических наук, заведующим научно-экспозиционным отделом Маргарита Михайловна Трощенко. И вот мы как раз будем разговаривать сегодня о материнском поведении. И первый такой вопрос, существует ли материнский инстинкт? А это вопрос достаточно сложный, потому что разные учёные разные вещи понимают под инстинктом. Есть те, которые считают, что инстинкт это примерно как программа в компьютере, такая чёткая последовательность определённых рефлексов, определённых действий, никак не контролируемая волей. Ну то есть увидел там птенец красное пятно на клюве и туда клюёт. Или там птица будет насиживать то яйцо, которое больше. Если оно гипсовое и больше в три раза, чем все остальные, она всё равно его выберет. Так вот, такие инстинкты есть преимущественно у птиц. И у птиц действительно есть всякие такие вот автоматизмы. А для зверей гораздо большее значение имеет обучение, как и для нас с вами. Поэтому если мы говорим об инстинктах к применению к зверям, к кошкам, к собакам, то инстинктом обычно называют что-то вроде побуждения, стремления. Есть стремление заботиться о потомстве. А вот как будет его животное реализовывать, насколько у него хорошо это получится, это уже второй вопрос. Тут надо немножечко пояснить для тех, кто может быть не знает, что зверями принято называть млекопитающих. Да, животные это все, у кого есть живот, а звери это млекопитающие. Ну и тогда следующий вопрос, а вот это как раз тоже очень интересно, когда школьники изучают такое явление, как деление клеток, метоз или миоз, принято ту клетку, которая делится, называть материнской, а, соответственно, получившиеся в результате деления две клетки, если мы говорим о методическом делении, их принято называть дочерними. А почему нельзя назвать сыновья клетка? Я думаю, что если материнские, то значит дочерние, потому что они в своё время тоже поделятся и станут материнскими. Если у нас сыновья клетка будет становиться потом материнская, это будет как-то странно. То есть с расчётом на то, что оно будет потом дочерними. Да, но вообще это условное название. Принято считать, что кто размножается, тот и мама. Поэтому, да, независимо от, видимо, пола. Но надо сказать, что, несмотря на то, что у меня тут есть свои вопросы, мы вообще-то ждём вопросы и от вас. И ещё раз хочу напомнить, мы сегодня говорим о материнстве, мы находимся в 12-м зале нашего музея, посвящённом дарвинизму. И я думаю, что для некоторых примеров мы будем ещё подходить к витринам, показывать и демонстрировать вам какие-то интересные моменты, связанные с материнским поведением, с материнским инстинктом. Ну и вот как раз у меня следующий вопрос. Если мы говорим про материнское поведение, и как раз это ещё в рамках Дня матери, мы говорим о том, что есть животные, у которых есть патриархат, патриархальные отношения, когда во главе семьи, в главе стаи, это самка. Следующий вопрос. У каких животных эти матриархальные отношения? Я очень удивилась такому вопросу, потому что матриархат и патриархат придумали люди. У животных есть много разных вариантов. Например, у слонов самки живут отдельно с детьми, внуками и так далее, а самцы отдельно. У самок главная самая старшая самка, у самцов главный самый старший самец, который всю эту молодую вольницу держит как-то в кулаке. У них кто, матриархат или патриархат? Или возьмём лебедей, которые парой выращивают потомство, и нежные, заботливые родители, и живут парой. Кто из них матриарх или патриарх, или вообще, кто из них главнее, как это определить? Вообще обычно чаще всего за потомством ухаживает самка, а иногда оба родителя, но у рыб, например, если есть забота о потомстве, то чаще заботится самец. Я не знаю, если у рыбы самец морского конька вынашивает на животе в сумке икринки, пока не вылупятся мальки, или какой-нибудь самец цихлиды вообще вынашивает икру во рту, пока мальки не вырастут и всё это время голодает, это он такой крутой, могучий патриарх и глава семьи, или наоборот, на него свалила самка всю тяжёлую работу, и значит, он бедный, измученный. Мне кажется, как раз здесь понятно, что есть в семье равные отношения, то это сложно называть патриархальным или матриархальным. Речь идёт о тех, кто живёт, как принято, в стае. Например, павианы, которых изучал Роберт Сапульский, там у них явный всё-таки патриархат. Ну, насколько я понимаю, это как раз довольно нечастый предмет, когда патриархат такой вот явный. Так же, как и явный уж совсем матриархат, тоже не так часто встречается, а чаще встречаются разные промежуточные формы, когда самцы отдельно, самки отдельно в какие-то моменты встречаются, или когда самец и самка парой заботятся о потомстве или не парой, а каким-то коллективом. В общем, очень ситуативно. Да, бывает такое, что самец даже живёт внутри самки, фактически он такой паразит, как у некоторых червей. Так, если мы говорим про как раз возвращаясь в материнское поведение, как выключается материнское поведение? Имеется в виду, например, когда появляется детёныш, самка его воспитывает, о нём заботятся, она его кормит. Но потом в какой-то момент всё, баст, карабузики, кончились танцы, и детёныш вынужден, хотя он, по всей видимости, не очень хочет, покидать семью, как, например, у медведя это происходит, или, например, у других животных, чаще всего одиночные, которые ведут образ жизни. То есть в какой момент ребёнка выгоняют из семьи? Кстати, если говорить про тех же слонов, поскольку там молодые самцы должны покидать этот замечательный женский коллектив. Обычно, когда ребёнок перестаёт быть похож на ребёнка. Дело в том, что материнское поведение не то чтобы запускается, но стимулируется некоторыми внешними особенностями. И вот когда эти внешние признаки детёныша пропадают, то тогда исчезает и материнское поведение. Это могут быть внешние признаки, это может быть запах соответствующий, который изменится при половом созревании. Ну, в общем, пока похож на детёныша, тогда детёныш. И в этот момент она начинает его не воспринимать как детёныша... А воспринимать как самца своего вида. И вести с ним, соответственно, тому, как положено вести с самцами у этого вида животных. То есть грызть его тогда, когда у тебя нет брачного симптомов физиологических для размножения. Так, а у нас есть два вопроса. Один не по теме, но хороший. Почему вы не преподаете в школах? Вы очень хорошо объясняете. Детям было бы интересно вас слушать. Ну, лично я не преподаю в школах, потому что я терпеть не могу контрольное. Я могу рассказать кому угодно, о чём угодно, но когда дело доходит до проверки того, как меня поняли и как запомнили, я впадаю в такую депрессию, что... В общем, если бы в школе надо было только рассказывать, я бы, может, там и преподавала. Поддержу Маргариту Михайловну, я скажу, что я работала 12 лет в школе, у меня был опыт. И мне очень нравилось в школе, но есть один нюанс. У меня к единому государственному экзамену разные отношения, и положительные, и отрицательные. Есть плюсы и минусы, но, к сожалению, современная школьная программа не предполагает рассказывать о каких-то новых исследованиях в естественно научных условиях. То есть я не могу прийти и сказать, а вы знаете, что мы-то всю жизнь думали, что у животных вот так, а теперь учёные выяснили, что всё по-другому. Почему? Потому что, к сожалению, как раз к вопросу о контрольных работах, контрольной работе можно так, как по старинке. И, конечно, со своей стороны я могу сказать, что я очень люблю тоже рассказывать, но сегодняшний день школьной программы всё-таки меня ограничивала бы в очень узких рамках. Здесь в стенах музея, здесь я могу, конечно, как это королевство, можно развернуться, как это королевство маловато было, сейчас здесь могу, конечно, развернуться в этом плане. Так, второй вопрос. Говорят, что вы замечательные женщины. Спасибо, нам приятно. А вообще, эти женщины преподают школьникам, дорогие наши слушатели, в музеи прям. Не они ездят в школы, а школа ездит к ним. Или в телевизоре включают, у нас онлайн-занятие есть, пожалуйста, можно подключаться, и мы про всё расскажем. Да, наша студия биоэфир, хотя она уже не имеет такого основного значения, как когда работала при ковиде, тем не менее, всё-таки мы стараемся про нашу студию не забывать и проводить в ней какие-то и записи, и онлайн-занятия. Вопрос такой. Наблюдала разные формы заботы о потомстве у улиток, а науке такие факты известны? Ну, у таких простых, относительно простых животных, в смысле, что у них нервная система простая, интеллекта не очень, обычно забота о потомстве такая, скорее, превентивная. Отложить яйца туда, где потомкам будет хорошо, и не откладывать туда, где им будет плохо. Для чего-то более сложного у них, в общем-то, мозгов не хватит. Я так понимаю, что животные пошли по двум таким направлениям, что называется умным словом К и Р стратегия. Но смысл в том, что они направлены на количество, то есть мы сейчас отложим как можно больше икрина, как можно больше яиц, и из этого, дай бог, что-то вылупится. И на этом наша функция в данный период закончилась. А вторая идёт группа по принципу лучше меньше да лучше, то есть они направлены на качество. И в этом случае, конечно, детёнышей рождается гораздо меньше, но зато у них такое счастливое и беззаботное детство условно, то есть тогда, когда за ними ухаживают, их выкармливают, их воспитывают. Совершенно не обязательно за ними при этом ухаживают и выкармливают. Может быть, например, малое количество, но очень больших яиц, в которых много желтка, дитёныш вылупляется уже сразу крупно, и его уже сложнее съесть хищнику. То есть это тоже вполне себе вариант. Как раз у улиток, если посмотреть охотин, которые живут дома, у них обычно яйца для такого мелкого животного довольно крупные, там много питательных веществ. У страуса как раз маленькие яйца. Они соизмеримы с размерами самой птицы. Ещё вопрос. Скажите, пожалуйста, вот про метоз и миоз. Как же запомнить эту всю процедуру деления клеток? Спасибо. Чтобы запомнить метоз и миоз, надо запоминать сразу весь цикл целиком. Просто у одних живых существ одни части цикла более длинные, а у других другие более длинные. Да, скорее всего так. К сожалению, просто выучить. Иногда надо сначала выучить, что происходит в каждой фазе, и изучать на примере метоза их четыре основные фазы. Профаза, метафаза, анафаза и телофаза. В чём причина, когда при домашнем выращивании животных возможны случаи поедания своего потомства, в частности, укрытых? Дело в том, что это не только при домашнем выращивании, это и в дикой природе такое случается. Вот это как раз к вопросу о материнском инстинкте и материнском поведении. Есть какая-то врождённая программа, что надо сделать, чтобы детёныш нормально вырос. Но поскольку это не птицы, а звери, млекопитающие, у них высокое значение собственного жизненного опыта. И бывает, что первая беременность, например, у животного, она ещё не научилась, ещё где-то что-то сбойнуло, и не сработал механизм узнавания вот этих вот мелких шевелящихся, как детёнышек. В конце концов, голодная была самка, кушать очень хотела. При тяжёлых каких-то условиях тоже, если животное очень сильно голодает, если ей плохо, значит, то может стремление поесть пересилить материнский инстинкт. В конце концов, восприятие собственных детей как чего-то важного именно собственных детей, это достаточно недавнее эволюционное приобретение, там довольно часто сбоит что-то. Ещё проблемы возникают, если животное не получило полного опыта в собственном детстве, потому что какой-то опыт материнства у каждого есть, у каждого была мама. И, в принципе, в нормальных условиях, именно в ходе собственного развития происходит какое-то запоминание, что должна мама делать с детёнышем. А если, например, детёныша очень рано отняли от матери, то, может быть, что-то не запомнит важного. И в каком-то месте, причём не всегда понятно в каком, этот механизм поломается, не сработает. А может и сработает, тут заранее точно не скажешь. Ну вот интересно, поскольку я, например, занимаюсь хищными птицами, то для дневных хищных птиц достаточно распространён такое явление, как птенцовый каннибализм. То есть если кормовая база очень плохая, например, весной было всё хорошо, мышей было много, и, например, какие-то там конюки, они отложили 4 или 5 яиц. Причём, как правило, птенцы разновозрастны, то есть старшие братья и сёстры могут от младших очень сильно отличаться. Они откладывают не все яйца. Насиживание не одновременное, как, например, усиниц. Так вот, если вдруг что-то случилось с кормовой базой, и мышей не стало, у них, например, случилась какая-нибудь эпидемия, и мыши сдохли, или там наводнение, мыши утонули, то бывает такое, что старшие птенцы съедают младших. И более того, родители не только не препятствуют, они даже перестают кормить младших детей. Почему это биологически важно, по всей видимости, что хотя бы хоть кто-то в помёте выживет и вылетит из гнезда, если всех выкормить не получается. Тогда успех ставится такой гнездовой на старшего самого птенца, потому что он более готов уже к взрослой жизни. Так что бывает и такое. У Жанны Резниковой, кстати, были очень интересные исследования по наследованию поведения у млекопитающих как раз. И оказалось, что, судя по всему, наследуется не весь сложный комплекс поведения, как у птиц, например, а какие-то отдельные элементы. А недостающие элементы могут выучиваться. Соответственно, если у вас есть весь комплекс вот этих самых наследственных элементов какого-то сложного поведения, например, правильной охоты, то вы очень легко и быстро научитесь охотиться. А если какие-то вы не унаследовали от предков, то, значит, обучение будет происходить медленнее. Так, вопрос. Скажите, пожалуйста, после стерилизации кошек инстинктивно просят случки? Ну, тут надо к ветеринару, наверное, подходить, потому что бывают разные варианты. В детстве может остаться какие-нибудь небольшие участки матки, которые производят гормоны и запускают этот механизм. А может быть, это именно привычное поведение. Так же, как кастрированные, например, собаки, кобели, они совершенно не бросают интересоваться дамами. Да, но надо сказать как раз то, что я с Маргаритой Михайловной соглашусь, потому что иногда бывает, что, к сожалению, при стерилизации не всё кошки удалили. И бывает такое, что приходится делать повторную операцию, проводить до того, чтобы полностью удалить остатки репродуктивной системы. Но об этом нужно ещё раз проконсультироваться у врача-ветеринара. Если мы говорим как раз про детёнышей при потомстве и про то, как нужно ещё обучение, какой-то нужный опыт. Не зря, кстати говоря, у человека, когда новоиспечённые бабушки начинают помогать новоиспечённым мамочкам ухаживать, как правильно пеленать и заботиться о ребёнке. Что такое импринтинг и какое оказывает влияние на такое же поведение? Импринтинг это очень крайняя форма окна запечатления. Дело в том, что наша способность к обучению идёт неравномерно. Но все знают, что в детстве учиться легче, потом сложнее. И для каждого навыка есть своё окно, в котором этому навыку обучиться проще всего. Для птиц особенно, у которых очень много бессознательных механизмов, в частности, кого первым увидит или услышит птенец, тот и считается мамой. То есть вот он открыл глаза, увидел дядю с бородой, всё, теперь дядя с бородой будет его мама. И в будущем свою жизнь он захочет связать совсем не с другим гусём, а с другим дядей с бородой, например. Потому что это импринтинг. Смешно-смешно, но действительно, например, в Окском заповеднике существует программа по выращиванию стерха. Это белый журавль, очень редкая птица. Так вот, для того, чтобы действительно птенцы не воспринимали дядю с бородой как маму, все сотрудники надевают такие особые белые халаты, которые имитируют внешний вид этого журавля. Специально надевают на руку такую маску стерха, и при помощи этой маски они кормят этих журавлят. И даже на специальном дельтоплане этих новоиспечённых журавлят учат летать. Поэтому всё на самом деле не просто так, всё очень важно. Ну и у зверей похожее тоже бывает. В частности, кстати, и мама должна запомнить своих детей и узнать. Например, медвежата рождаются, когда их мать спит в берлоге. Так что процесс запечатления у неё случается, насколько я понимаю, весной, когда она проснётся. То есть она это рожает бессознательно? Или она всё-таки понимает, что она делает? Или по-разному? Во-первых, не очень понятно, как можно выяснить, у медведицы понимает она, что делает, или не понимает, что делает. Пажетнов, специалист по медведям, недавно скончавшийся, говорил, что нет, она даже не просыпается, а как раз именно в апреле, когда у них получается выход из берлоги, она и запоминает. А если их забрать зимой, то никаких следов привязанности не останется. То есть, условно говоря, если она рожает, и мы её взимаем, а потом ей демонстрируем, то она его не воспринимает как собственного детёныша. Ну да, насколько я понимаю так. Между прочим, интересно, что овцы как раз узнают своих детёнышей по запаху. Оказалось, что для них каждый ребёнок пахнет особенным образом. А пингвины по голосу? А пингвины по голосу. У меня вопрос вообще. Интересна эта тема, как родители узнают своих детей, потому что, наверное, львица родила там четверых, как она потом их узнает, она же потом от них избавится, и как ей узнать потом, о том, что, например, самец не её сын, и не надо с ним спаривать? Никак не узнать. Нет у животных такого внутреннего предубеждения против отношений с собственными детьми. Прекрасно видно на домашних кошках и собаках. Просто, скорее всего, соседние самцы, новому молодому родившемуся самцу, первые несколько лет вообще не дадут приступить к такому интересному занятию, конкуренция высокая, или прогонят его куда подальше. Поэтому снижается риск вот этого инцеста. Да, но никаких особых вроде бы механизмов у большинства во всяком случае животных нет. У кайгот может есть что-то там по запаху, что близкие родственники меньше нравятся, чем дальние, но нет, они не помнят. Поэтому если у вас есть кошачьи и собачьи братья между собой, сиблинги, не надейтесь, что ничего у них не получится, всё получится, если они не кастрированы и не стерилизованы. Да, то есть даже если окажется, что, например, запах близких родственников им нравится меньше, чем запах более дальних родственников, то при отсутствии выбора близкие тоже сойдёт. Возвращая к теме импринтинга, обратный вариант, если детёныш, птенец, как мы выяснили, запечатлевает, то, что первую картинку запечатлевает, он это воспринимает как родитель, но тогда обратный вопрос, почему кошки, собаки, некоторые животные, и мы это знаем из социальных сетей различных, из интернета, вдруг они начинают воспитывать и заботиться не только о чужих детёнышах, например, кошка тигрёнка выкармливает, но даже она может заботиться, казалось бы, о невозможном, о бутятах, цыплятах, то есть совершенно из другого класса систематической группы животных. Между прочим, это же не любая кошка будет заботиться, а именно кошка, у которой должны быть свои котята, то есть у которой вырабатываются уже новые гормоны, и все механизмы материнского поведения уже запустились, нужен только какой-то триггер, который запустит окончательную реализацию какого-то поведения. И вот в этом состоянии, да, может и цыплёнок оказаться подходящим, тем более, что есть такое явление, как комплекс признаков инфантильных, комплекс признаков детёнышей, он достаточно универсальный, именно поэтому нам нравятся детские плюшевые игрушки, посмотрите, они все одинаковые, морды плоские, глаза большие. И у всех детёнышей так. На плюшевую игрушку срабатывает реакция умиления и у кошки, и у человека. Ещё говорят, что зрачки при этом расширяются. Так, ну и у нас есть вопрос. Да, есть вопрос, но я влезу раньше. Я недавно смотрела сериал, где императорские пингвины, когда самец уже отсидел в своё время с этими яйцами, уже вылупились, когда самки возвращаются, и если их яйцо или уже вылупившееся существо умирает, они начинают отбирать вот этих малышей и других самок. Вот почему это у них такое происходит? Потому что это круто. Для птиц иметь много птенцов – это круто. И не только самки. Кстати, самец, если ему яйца не досталось, тоже попытается у соседей отнять, хотя вроде бы тоже мне радость два месяца стоять с яйцом на лапах, голодать, холодать. Пошёл бы, решил, раз меня чаша минула в этом году, пойду-ка я поплаваю и отъемся. Нет, он будет пытаться отнять у других яйцо. Или птенца. И это для многих птиц свойственно. Совершенно необязательно каких-нибудь экзотических брать. Вот огари рыжие, которые у нас на прудах живут сейчас по Москве, они себе подобных не любят. И другие пары огарей обычно со своей территории гоняют. Но вот если эта пара огарей пришла на пруд с птенцами, вылупившимися, то родители это они, конечно, прогонят, а птенцов себе заберут. Потому что больше детей, значит, ты крутой. Состоялся, как огарь. Кстати говоря, также можно видеть фотографии в группе социальных сетей, я видела, что крохоли, а там их крохолят штук 20 детёнышей. То есть, скорее всего, это не сама птица отложила столько яиц, она ещё набрала каких-то там птенцов, откуда-то натаскала. И в рабство этот киднеппинг у пингвинов достаточно хорошо развито. Да, иногда птенцы даже погибают в процессе, или яйцо успевает замёрзнуть, пока они его делят. Да, дерутся за птенца, или там птенец погибает, потому что один пингвин его украл, а вырастить его не может, воспитать, и несчастный ребёнок погибает. Такое тоже бывает. А так вопрос. Здесь был вопрос, у него удаление, но вопрос хороший. Он как раз про то, что я вас спрашивала про тигров. Если там близкие родственники спариваются, не получается ли у них чего-то инвалидного? Обычно нет. То есть для того, чтобы получилось что-то инвалидное в достаточно серьёзном проценте случаев, это должно быть несколько поколений близкородственного скрещивания. А от одного раза обычно ничего не случается. Но кроме того, надо сказать, что и у вполне здоровых тигров далеко не все детёныши выживают. Даже в зоопарковских условиях далеко не все детёныши выживают. Мы говорили об этой проблеме, что на самом деле это не значит, что... Конечно, это не приветствуется, такое близкородственное скрещивание, но это ещё ничего не значит. Но в этот раз мы заговорили о том, почему воспитывают кошки-собаки, других, не похожих на их собственных детей, чужих детей, и Маргарита Михайловна сказала про гормоны. Давайте поговорим, какие гормоны в том числе отвечают за выработку этого материнского поведения. Какое они имеют значение? Если совсем строго, то все. Вопрос в том, каких сколько. Точно половые гормоны по концентрации половых гормонов определяют наступление беременности. Если была беременность, то значит потом включится материнское поведение, никуда не денешься. Даже если никто не родился, то включится. Потом всем известный окситоцин, который у нас отвечает за социальность в широком смысле и за любовь к близким родственникам. И, кстати, за нелюбовь к чужим он тоже отвечает. Своих надо любить, чужих надо гнобить. И пролактин, тот гормон, который стимулирует выработку молока, он тоже отвечает за включение материнского поведения. Были даже опыты, когда девственным крысам капали окситоцин, и они прекрасно заботились о чужих детях. То есть высокая концентрация окситоцина способствовала выработке искусственного, притянутого за уши материнского поведения. Хотя была такая даже история, что вышла статья по поводу того, что окситоцин гормонов верности, и женщины подмешивали в суп мужчинам, которые ходили налево, окситоцин, но ничего не работало, потому что его надо было капать в нос. А если капать получилось? На самом деле очень относительно. Наше поведение не так уж сильно зависит от гормонов, что вот вам накапали в нос окситоцин, и теперь вы всех любите, добрые, верные, и сидите дома. Может быть, вы будете просто немножко более доброжелательные. Но не точно. Если какие-нибудь иные события не спровоцируют выделение гормонов стресса, которые проявляют весь ваш окситоцин... Ну и надо сказать, что ещё как-то Толстой писал, чтобы говорить княгине Марии Алексеевне, или Грибоедов. Сейчас я задумалась. Чтобы говорить княгине Марии Алексеевне, это у нас достаточно... Вот этот социальный посыл, он тоже имеет большое значение в формировании того или иного поведения. Про человека чётко говорят, что у человека инстинктов нет. То есть наши гормоны требуют материнского поведения, но не регламентируют, что же это собственно за поведение, к сожалению, или к счастью. То есть если где-то принято детей привязывать к колыбельке и оставлять одних, то матери будут делать так. Если принято детей носить на себе, то матери будут делать так. Если принято детей раскрашивать в зелёный цвет, то матери тоже будут с заботой о детях обязательно раскрашивать их в зелёный цвет. На вопрос, зачем вы это делаете, у нас же так принято, это же для нас абсолютно... так что такое может быть так если у нас вопросы так расскажите о каких-нибудь очень необычных или странных формах заботы на потом червей насекомых что птиц что-то есть супер странное необычное ну по-моему стране кукушки которые гнездовой паразит ничего нету да вон она там у нас в витрине кстати есть как раз подкладывает еда мы сейчас посмотрим мы гнезда гнездо птички тресогузки вот она наша кукушка с яйцом в клюве и подкладывает она да действительно то есть тоже способ заботы о потомстве теперь тресогузка будет кормить этого птенца если конечно не в гнездо того вида птиц в которых вылупилась сама вопрос об импринтинге вот она вылупившись в гнезде там тресогузок запомнила что яйца должны быть у тресогузок и свои яйца будет подкидывать тресогузком то же самое как с дроздом запомнила что дрозда значит будет подкидывать яйца дроздам вот и потом вылупившийся птенец кукушки выкинет из гнезда все оставшиеся яйца и родители приемные будут его кормить а вот тут уже к вопросу об инстинктах инстинкт требует у птицы класть еду в открытый рот правильно раскрашенной поэтому и чем больше открытый рот тем сильнее птицы хочется его заткнуть едой и поэтому кукушонок который крупнее своих приемных родителей он как бы супер птенец то есть вот чужое подкинутое яйцо птица может распознать и выкинуть а чужого подкинутого птенца нет не распознает или распознает но ей уже не важно поэтому она его да и вот она его и вы кормит да и кукушонок другое интересно вот тут нам надо почитать статьи ведь дальше когда кукушонок покидает родное ну свое новое до родное жилище при этом он же уже включается у него другие механизмы там например миграционные как там он улетает и как он возвращается и как он ищет пару не среди тресогузок например дроздов а именно среди себе подобных ну вот судя по всему у него запечатлевается именно куда яйцо откладывать а никуда там никто такие другие кукушки да по всей видимости так у нас вопрос спасибо очень умные женщины спасибо мы стараемся два вопроса очень смешной но вначале серьезный с чем может быть связано отсутствие материнского инстинкта у людей или его нет в принципе а есть только социально одобряемые действия но с тем же с чем у любых животных во-первых у людей действительно материнского именно инстинкта нет то есть родившая ребенка женщина не знает что есть ним делать да вот птичка знает класть еду в открытый клюв а человеческая женщина не в курсе и насколько она вообще это этому научилась в собственном детстве там или глядя на других настолько и будет она себя уверенно чувствует кроме того на материнское поведение всегда влияет стресс никакое напуганное например животное не будет хорошей матерью потому что гормоны стресса они материнские гормоны как бы они конкурируют и подавляют соответственно да друг друга подавляют с другой стороны женщина мать будет всегда несколько спокойнее чем женщина не мать так что как раз в принципе людям материнскому поведению научаются поэтому отсюда моралиха если вы беременны ходите в женскую консультацию в школу молодых матерей это правильно ну или вы не стесняетесь задавать вопросы спрашиваете а как с ним делать потому что если вы родите а дальше будете надеяться что вас там что-то включится но вот она не включена но иногда у некоторых включается но насколько я знаю по исследованиям у кого-то включается сразу чувство умиления там да при виде младенца а у кого-то нет не включается на успех будущего материнства это никак не влияет просто кого-то сразу механизм срабатывает а у кого-то долго и постепенно нарабатывается но кого-то видимо совсем может и не сработать ну если совсем не сработал это тоже не приговор да ну мы просто констатируем факт так а второй вопрос а почему синицы летят на окна когда я по лесу синица вообще птица очень любопытная и на всякий случай летит в любое место где что-то происходит а вдруг ей синица это может как-то пригодиться а вдруг тут семечки дают но кстати говоря обратите внимание все у вас висит при этом кормушка вы регулярно кормить это возможно она видит что там в окне кто-то есть до шевеление то есть это жилое жилое помещение возможно да вы тот самый человек тот благодетель который ее покорбит я вам второй год на даче птиц кормлю так на и в этом году они уже с осени начали прилетать и стучать мне в окно намекая что пора уже кормушку вешать ну в общем да вот оно поведение но есть не материнское топ пищевое поведение вот она вот прям в действии так если у нас вопросы еще ну я думаю что я еще хочу напомнить вам что те кто живет москве или ближнем подмосковье мы вас ждем в эти выходные воскресенье на малой грузинской улице у нас будет мероприятие посвященной дню матери с программы можно познакомиться на сайте биологического музея мы вас приглашаем ждем благодарим за ваши замечательные вопросы но и на следующее наше будет уже не не в следующий четверг сразу скажу потому что у нас будет конференция научная а 8 декабря то есть через неделю следующий будет прямой эфир спроси биолога еще раз всем огромная благодарность с нами сегодня была как кто-то написал очень умная женщина я соглашусь это правда маргарита михална трощенко кандидат биологических наук заведующий научно-экспозиционным я построю ее от плетей не допустим привет вот Продолжение следует...